Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, то есть ко Христу, он начал говорить притчу. Притча – это такой жанр, который был очень распространён в те времена. Он относится к жанру повествований, которые в еврейской традиции называются «мидраши». Мидраж, история, рассказ, когда в аллегорическую форму как бы обликаются истинные веры. Когда же собралось множество народа, из всех городов жители сходились к Нему, Он начал говорить притчи. Давайте посмотрим, что о притчах говорили святые отцы. Отвечая на вопрос, почему Христос говорил притчами, отцы предлагают такие решения. Златоуст «Достойно удивления, что ученики, несмотря на сильное желание узнать, тем не менее знают, когда следует спросить Господа. Они делают это не при всех, как показал Матфей, сказав и приступив, а что сказанное означает именно это, показал яснее Марк, говоря, что ученики приступили к Нему, когда Он был один». Имеется в виду, что когда Он рассказал притчу, ученики потом приступили к Нему наедине и задали вопрос, почему ты говоришь притчами. «Так следовало поступать и братьям, и матери, не вызывать Его из дома и не выставлять себя». Имеется в виду тот случай, когда Матерь и братья Иисуса пришли и хотели забрать Его. Они должны были дождаться выхода Христа из дома, где Он проповедовал, и получить ответы на свои вопросы. Златоуст продолжает. «Заметь также великую любовь учеников, как много они заботятся о других и сначала ищут их пользы, а потом уже своей. Для чего притчами говорят они, апостолы, обращаясь к Нему? Для чего притчами говоришь им? Они не сказали, почему нам говоришь притчами? И в других случаях они часто проявляют любовь ко всем. Например, когда говорят, отпусти народ, и также, знаешь ли, что они соблазнились? То есть ученики больше всегда проявляли заботу о других. Поэтому они не спрашивали, почему говоришь нам притчами, а они спрашивали, почему им, то есть простым людям, говоришь притчами. Они говорили, эти люди устали, у них нет еды перед насыщением хлебами. Но они не говорили, мы устали, у нас нет еды. То есть у апостолов были такие интересные качества, что они проявляли заботу сначала о других, а потом о себе. Это очень хорошие пастырские качества. И блаженный Иероним Стридонский пишет, следует задать вопрос, каким образом приступают к нему ученики, если он сидит на корабле. Потому что когда он произносит притчу о сеятелях, а он взошел на корабль, и из этого корабля, из этой лодки, он обращался к людям. И Христос, когда он объясняет, почему он говорит притчами, он объясняет, что людям так более понятно. То есть, когда предлагаются некие примеры, сравнения, это более восприимчиво. И притчи Иисуса Христа, почти все, они касались вопроса о теократическом Царстве Божьем и о том, как вера в Царствие Божие проникает в сердца людей, как некие семена, брошенные в землю. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое. Сеятель – это сам Христос. Он вышел сеять семя после того, как узнал, что Иоанн Креститель заключен в темницу. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. Упавшие при дороге – это когда семя Евангелия проникает в сердце человека, но он еще не поменял свои жизненные пути, жизненные ориентиры. И это помешает семени произрасти в его сердце. И шестой стих читаем – «А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги». Упавшее на камень – это упавшее на черствую почву, где едва ли может это семя порасти. Этот камень означает духовное бесчувствие. Есть некие души, которые, они как бы в окаменевшем состоянии, в окаменевшем состоянии пребывают. «А иное упало между терниями». Терния – это заблуждение, которое сеет дьявол в этом мире. «А иное упало между тернием, и выросла терния и заглушила его». То есть заглушило семя. Терния – это какая-то дьявольская мысль, которая сначала выглядит чем-то незначительным, а потом, когда она начинает развиваться в сознании человека, она может заглушить семя веры. И далее мы читаем «А иное упало на добрую землю». Добрая земля – это душа, которая способна слышать слова Божие. Это сердце, которое открыто для евангельского благоествования. «А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный». То есть результат всегда бывает большой. «Сказав сие, возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит». Казалось бы, эта фраза лишена какого-либо смысла. Что значит, кто имеет уши, да слышит? Да все имеют уши. И очень многие люди неплохо слышат. О чем же речь? Речь идет о том, что мы должны слушать не только ушами, но и собственное сердце делать открытым навстречу евангельского благовествования. И вот здесь описывается то, как ученики приступают к нему. Это 9 стих и ниже. «Ученики же его спросили у него, что бы значило притча сия?» То есть они спрашивают у него, это видно в Евангелии от Матфея, когда он наедине с ними. Но спрашивают, проявляя заботу о простых людях. Что бы значило притча сия? Он сказал, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют». Апостолам дано знать тайны Царствия Божия. Почему-то им дано, народу не дано. Вот это надо понять. Когда в Кесарии Филипповой апостол Петр исповедовал Иисуса Христа Сыном Божиим и Мессии, то Христос сказал ему, что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Который Сущий на небесах. То есть им дано было разуметь тайны Царствия Божия, потому что Бог прикоснулся к их сердцам. И каждый человек, который верит в Иисуса Христа как в Сына Божия и Мессию, он верит не потому, что его так научила бабушка или дедушка, не потому, что его так наставили священники, а потому, что Бог прикоснулся к нему. И если некоторые из нас не видят ничего особенного, удивительного в этой личной вере в Иисуса Христа как в Сына Божия, как в Мессию, то на самом деле это чудесная вера, непостижимая для многих людей, рационально узкомыслющих. «Опрочем, – говорит Христос, – в притчах». То есть вам дано знать тайны Царствия Небесные, Царствия Божия, «опрочем, – в притчах». Так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. То есть, оказывается, можно не только слышать и не слышать, но можно и видеть, и не видеть. Когда человек смотрит на все только плотскими очами, когда он слушает что-либо, а только своими ушами, а сердце его молчит. В сердце не созерцаются тайны духовного мира. И читаем 11 стиха ниже, 8 главы Евангелия от Луки. Вот что значит притча «Сия». Христос дает более подробное объяснение этой притчи, потому что именно апостолы должны будут этот смысл притчи донести до других людей. Вот что значит притча «Сия». Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. То есть, человек не поменял еще своих путей, он еще не выстроил правильную иерархию ценностей в своей жизни, ему трудно принять Слово веры. А упавшие на камень – это те, которые, когда слышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня. Что значит не имеют корня? Они непостоянные. Они непостоянные. Они проявляют религиозность от случая к случаю. Есть у них настроение, они будут читать Писание, будут молиться утром-вечером. Нет у них настроения, они не будут читать Священное Писание и оставят молитву утром и вечером. То есть, нет укорененности. Каменная почва, она не способна предоставить возможность для того, чтобы корни, они обрели бы свое место. Здесь никакая укорененность, она невозможна. Но что же означают сами эти камни? Это, конечно же, прежде всего, нераскаянные грехи, которые некой тяжестью, они присутствуют в наших душах. И хотя с радостью люди принимают Слово, но не могут укоренить его в себе. Упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. То есть, то веруют, то не веруют. Искушение подошло, уже о всем забыли. А упавшие в тернии – 14 стих – это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Лукавый он сеет в своей тернии – это и заблуждение, и это и всякие греховные привязанности, когда человек не может выстроить нормальную иерархию ценностей. А упавшие на добрую землю, то есть открытое сердце, это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение. Сказав это, он возгласил – кто имеет уши – слышать, да слышит. Христос повторяет здесь эти слова, которые он уже сказал выше – кто имеет уши – слышать, да слышит. То есть мы должны, прежде всего, нашим сердцем пытаться распознать смысл слов Божественного Откровения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...